Рассмотрим еще несколько кейсов, которые происходили на реальных рынках при проведении аукционов. Первая проблема, которая может возникнуть на подобных аукционах, это то, что в экономической теории называется «опасение монстра». Часто на определенные округа выделилось несколько лицензий, например, 2, 3, 4 и так далее, и одну из них пыталась завоевать какая-нибудь крупнейшая федеральная компания, ну, скажем, компания федеральной оператора AT&T, если мы говорим про Америку. Что делали местные операторы? Понятно, что они могли бороться как с AT&T, так и бороться за вторую лицензию. И вдруг выясняется, что при наличии нескольких лицензий борьба за вторую лицензию или за третью лицензию, сколько их бы еще не было, происходит гораздо более ожесточенно, на гораздо больших суммах, чем с компанией AT&T. Очень часто, если крупнейшая компания делает заявку, то с ней попросту никто не борется. Все понимают, что ресурсы федерального оператора таковы, что она в любом случае эту лицензию получит. Зачем же портить с ней отношения? Лучше предоставить ей возможность работать, ну, в данном случае, получив лицензию по низким ценам, а за оставшиеся лицензии бороться между собой, ну, как бы на равных, то есть когда каждая из компаний может победить. Вот этот эффект, он отчасти нивелирует то справедливое распределение ценностей, которое мы наблюдаем в теории аукционов. То есть, по идее, ровно те компании, которые платят больше, должны получать соответствующие лоты. Здесь мы получаем некоторое иное соотношение. Ну, правда, понимая, что компания федеральная, она, наверное, все равно бы могла побороться и на более высоких ценовых условиях, просто она получает от местных некоторую скидку. Второй пример, который я хочу в данном ролике рассказать, это возможность покупки нескольких лицензий для того, чтобы увеличить рыночную власть. Приведем пример, опять-таки, с конкретных торгов на американском рынке, ну, в данном случае это уже не будет какой-то мелкий округ, это, скорее всего, один из крупных достаточно городов, и за этот город боролись три компании, ну, вернее, так скажем, выиграли борьбу три компании Verizon, Singular и AT&T при цене 782 миллиона долларов за лицензию. Ну, остальные компании, возможно, участвовали в аукционе, скорее всего, их было достаточно много, но они уже проиграли. То есть, в этом смысле аукцион может закончиться, если, собственно, компания просто заплатит по 782 миллиона и получит каждая по одной лицензии. Что делает компания Verizon? Компания Verizon продолжает увеличивать ставки. Она говорит, меня не устраивает одна лицензия, я хочу получить вторую. Заметим, вторая лицензия, по сути дела, компании не нужна. Она уже получает право на работу в этом диапазоне на данном рынке. Но если у нее будет две лицензии, то это означает, что один из конкурентов лицензии лишится. И на этом рынке будет не три компании, а две. Это означает, что в компании будет большая рыночная власть, они смогут устанавливать более высокие цены, ну и, соответственно, перераспределить рынок в свою пользу. Борьба начинается. И действительно, Verizon борется за вторую лицензию очень ожесточенно. И более того, выигрывает эту лицензию компания Singular, но, заметим, по цене 2 миллиарда долларов. То есть, вместо того, чтобы получить одну лицензию за 782 миллиона, компания получает две лицензии за сумму 2 умножить на 2 за 4 миллиарда. Переплатить в 5 с лишним раз, но зато остаться вдвоем, а не втроем. Ну, дальше борьба уже не продолжалась. Компания AT&T в Verizon бороться не стала. То есть, в принципе, эта ситуация может окончиться вот такой вот победой. Ну, победой или поражением здесь уже можно смотреть по-разному. С одной стороны, более высокая рыночная власть, с другой стороны, очень серьезная сумма, которая была оплачена. Ну, для государства это тоже такое двоякое достижение. С одной стороны, 6 миллиардов долларов, которые государство получает, это в три раза больше, чем было первоначально заплачено, на 782 умножить на 3. Но, тем не менее, более высокая рыночная власть, конечно, уменьшает общественное благосостояние. И в этом смысле государство, наверное, заботится не только о полученных деньгах. Но, тем не менее, это все законные методы, и такие вещи могут происходить. Может происходить и иная ситуация. Вот, скажем, на немецком рынке компания Deutsche Telekom оказалась в подобной ситуации и тоже продолжала борьбу за вторую лицензию. Тоже борьба была очень сильная. И, в конце концов, Deutsche Telekom вынуждена была отступить. Но, заметим, она при этом переплатила 2 миллиарда евро дополнительно, по-прежнему оставшись на том же количестве лицензий, что и было. То есть и рыночная власть не была увеличена, и при этом пришлось платить. Ну, а государство в этом смысле получило сплошные бонусы. Она получила, ну, если там было 3 лицензии, дополнительно 6 миллиардов евро, что является очень серьезным достижением. Ну, вот это к вопросу о том, что так поступать можно, но не всегда это выгодно для компании. Следующий сюжет, который хотелось бы рассказать, это возможность злоупотребления, связанных с отказом платить. Ну, вот мы уже говорили о том, что на рынке, если компании борются, борются в рамках аукциона на достаточно больших суммах, может, в принципе, возникнуть ситуация, что победитель выясняет, что у него просто нету достаточных средств для того, чтобы получить данный лондон, заплатив за него полную сумму. И если никаких штрафов за отказ платить нет, то просто компания отказывается и говорит, «Извините, в следующий раз я буду более расчетливым, а сейчас мне придется отказаться от данного лота, передавать его следующему и так далее». Ну, вот в этом смысле возможно достаточно серьезное злоупотребление на таком уровне. Ну, например, компания сразу устанавливает очень высокие ставки. Для чего? Для того, чтобы отсечь потенциальных конкурентов от данного рынка. Вот представьте себе, что снова несколько компаний борются за лицензию, готовы заплатить какую-то условную сумму в 500 миллионов, а компания сразу устанавливает сумму 450 просто на первом шаге. Компания, которая готова заплатить 500 миллионов, понимает, что, наверное, суммы будут гораздо более высокие, и, наверное, им здесь ничего не светит, и участвовать в аукционе, тратить свои ресурсы не стоит. Соответственно, компании, которые установили сумму 450, там другая может быть 460, они делят между собой рынок и получают соответствующие бонусы. Но при этом они могут задрать сумму настолько высоко, что платить, собственно, сами уже не захотят. Придется передавать данные лоты, и, соответственно, сумму должны будут платить следующие участники, ну и, соответственно, это разваливает весь аукцион. В аукционе первой цены, когда подаются заявки в электронной системе или в конвертах однократно, ситуация еще более сложная. Заметим, что довольно большое количество аукционов проводится именно в таком формате. Что мы говорили? Мы говорили, что в аукционе первой цены нужно проводить достаточно такую взвешенную политику между установлением достаточно высокой ставки, чтобы увеличить вероятность победы на аукционе, и достаточно низкой ставки, чтобы, в общем-то, заработать. Мы получаем лот ценностью достаточно высокой за достаточно низкие деньги. Ну и вот в одном из предыдущих роликов мы говорили о том, какие должны быть ставки при двух участниках – это половина от ценности, если 100 участников, то 99% от ценности и тому подобное. Так вот, если есть возможность отказа в оплате, то можно ничего этого не делать. Вот представьте себе, участвуют два участника, подают заявки. У меня ценность, скажем, 600 тысяч, как в том примере, который мы рассматривали раньше. Что я делаю? Я подаю несколько заявок. Я подаю заявку на 590 тысяч, на 580 тысяч, на 570 тысяч, на 560 тысяч и так далее. Допустим, конкурент указывает сумму 350. Что говорю я? У меня есть ставка 360, я с ней выигрываю, а все, которые более высокие, я просто снимаю, говорю, извините, я зря их сделал, я не участвую в аукционе. Понятно, что я могу это делать не самостоятельно, а через каких-то подставных лиц, через других участников. И, естественно, это лишает возможности как заработка для организатора аукциона, так и сильно меняет стимулы остальных участников. То есть все меняется, все как бы становится немножко нечестно. Вот для того, чтобы подобное не происходило в современных аукционах, практически всегда существует штраф за отказ платить, причем такого размера, чтобы компаниям невыгодно было вести себя вот таким вот образом, оппортунистически. Ну и, наконец, последний пример, который я хочу привести в рамках вот этих вот громких и не очень громких провалов, это история, связанная с заниженной резервной ценой. Ну вот, скажем, один раз мы уже говорили про заниженную резервную цену на примере аукциона частот в Швейцарии. Если бы ставка была не 20 евро на человека, а 220 евро на человека, то компания точно так же разделила лицензии между собой, но уже за другую сумму. Более того, наверное, если бы и сумма составляла 500 евро на человека, все равно бы компании поступили бы так же. То есть это было бы все равно им выгодно, и они не отказались. Ну вот, низкая резервная цена, она, конечно, может в некоторых случаях взять и сыграть плохую роль в плане получения средств организаторам аукциона. Ну, более того, результаты могут оказаться какими-то не совсем правильными. И вот в данном случае я хочу привести пример из австралийской практики. Это уже не сотовая связь, это уже кабельное телевидение. Тоже там необходимо было получать лицензию по округам. И вот на слайде представлено несколько примеров, где участники работали в округах, там 1-4 побеждает компания Sky Network TV, и при этом она платит достаточно большие суммы, больше 2 миллионов австралийских долларов за лицензию. При этом есть вторая цена, вторую цену устанавливает оператор тотализатора AB, 401 тысяча. Что делается в остальных округах? В шестом округе побеждает со ставкой 401 тотализатор AB, но при этом он платит вторую цену, а именно 100, потому что аукцион проводился в формате аукциона Викри, аукциона второй цены. В округе пятом United Christian платит 401, поскольку у нее более высокая ставка, 685,2 тысячи долларов. Ну а в седьмом округе компания BCL побеждает, оплачивая вторую цену 200, при том, что ее собственная ставка составляла 255. Ну, во-первых, мы видим, что Sky Network TV, она могла спокойно устанавливать очень высокие суммы, понимая, что вот эти вот суммы не будут с нее изъяты, если ни одна другая компания не будет готова с ней бороться на равны. Вторая цена составляла всего лишь небольшие 401 тысячи долларов, причем, опять-таки, тотализатор AB, скорее всего, участвовал в этих торгах, в этих округах, ровно потому, что надеялся, что вдруг Sky Network TV просто совершит стратегическую ошибку и либо не будет участвовать в борьбе за лицензии, либо установит какую-то совсем низкую цену. То есть, в этом смысле, конечно, ожидания победы здесь могло не быть. В других округах, вот скажем, в шестом округе тотализатор AB получает, ну, некоторую, наверное, единственную в рамках этой борьбы победу, получает очень дешевую лицензию всего за 100 тысяч, потому что в этом округе никто не захотел фактически с ней серьезно бороться. А вот что произошло в округе седьмом? В седьмом округе компания BCL получает за 200 тысяч долларов лицензию на деятельность в рамках данного округа, а компания тотализатор AB, которая, наверное, очень хотела бы там участвовать и, наверное, готова была бы заплатить, она не участвует по одной простой причине. Компаниям запрещено было участвовать более чем в шести округах. Соответственно, выбор просто оказался не в нужную пользу. А заранее мы, наверное, не всегда можем знать, в каком округе у нас будет жесткая борьба, как в округах 1-4, там шансов на победу, наверное, особо не было. А в округе седьмом была возможность получить победу очень легко, но, тем не менее, компания туда не вышла ровно из-за таких ограничений. Это к тому, что дизайн аукциона очень важен и какие-то дополнительные условия, которые накладываются на участников аукциона, могут как помешать им получить желаемое, так и помешать государству получить соответствующие суммы денег, которые компании готовы были бы заплатить. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова